Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Из беседы 14 на послание к эфесянам. Святой Иоанн Златоуст. Как мира подает благодать помазующимся, так и благое слово. Посему сказал некто, имя твое, как разлитое мира. Песня 1.2. Оно, благое слово, наполняет слушающих своих благовонием. Если же ты скажешь оскорбительное слово, Если огорчишь брата, то огорчишь не его, а оскорбишь Духа Святого. Не оскорбляйте Святого Духа Божия, Которым вы запечатлены в день искупления. Эфесянам 4.30. Пусть эти слова, как печать, лежат на твоих устах. Не уничтожай этих знаков. Уста, запечатленные Духом, ничего непристойного не изрекают. Не говори, неважно, если я произнес дурное слово, Если я оскорблю того-то или другого. Потому-то это и великое зло, что ты не почитаешь его ничтожным. Ибо зло, которое почитают ничтожным, легко оставляют в пренебрежении, А оставленное в пренебрежении, оно усилится, усилившись, становится неизлечимым. У тебя уста запечатлены Духом. Вспомни, какое первое слово произнес ты по своем рождении в крещении. Вспомни о достоинстве твоих уст. Ты называешь Бога своим отцом. И в то же время поносишь своего брата. По мысли о том, почему ты называешь Бога своим отцом. По природе? Но поэтому ты не мог бы назвать его так. За добродетель? Нет, и не за это. Почему же? По одному человеколюбию Божию. По его благосердию. По его великой милости. Итак, когда ты называешь Бога отцом, То имей в мысли не только то, что оскорбляя брата, Ты поступаешь недостойно этого благородства, Но и то, что ты имеешь это благородство по благости Божией. Не пострамляй же своего благородства, Которое сам ты получил по милости, Жестоким обращением со своими братьями. Называешь Бога своим отцом. И оскорбляешь своего ближнего. Это не свойственно Сыну Божию. Дело Сына Божия – прощать врагам. Молиться за своих распинателей. Проливать кровь за ненавидящих его. Вот что достойно Сына Божия. Своих врагов, неблагодарных, воров, бесстыдных, коварных. Сделать своими братьями и наследниками. А не то, чтобы своих братьев оскорблять, Как будто каких невольников. По мысли, какие слова произносили уста твои, Какой они удостаиваются трапезы. По мысли, к чему они прикасаются. Что вкушают. Какую принимают пищу. Ты думаешь, что злословие своего брата Ты не наделаешь, не делаешь важного преступления. Как же в таком случае ты называешь его братом. А если он тебе не брат, То как же ты говоришь «отче наш»? Ибо слово «наш» указывает на множественность лиц. По мысли, с кем ты стоишь во время тайнодействий. С херувимами, с серафимами. Серафимы не злословят. Но их уста имеют одно только занятие. Словословить и прославлять Бога. Как же ты будешь прославлять Бога? Как будешь вместе с ними говорить «свят, свят, свят»? После того, как произносил своими устами злословие. Скажи мне, если бы царский сосуд, Всегда наполнявшийся царскими кушаньями, И назначенный на такое употребление, Кто и услуг употребил для нечистот, Посмел ли бы он после этого опять оставить вместе, Его ставить опять с другими употребляющимися при царском столе сосудами, И этот наполнен нечистотами? Отнюдь нет. Таково же и злословие. Таково и оскорбление ближнего. Отче наш. И то ли одно ты произносишь. Вникни в следующие слова. Сущий на небесах. Сейчас ты сказал «отче наш, сущий на небесах». И эти слова возбудили тебя, Открыли твою мысль, Внушили, что ты имеешь Отца на небесах. Не делай же и ничего, не говори земного. Они вознесли тебя в горний чин, Присоединили тебя к небесному лику. Зачем же ты низвергаешься долу? Предстоишь пред престолом Божьим И произносишь злословие. Уже ли ты не боишься, Что царь почтит твой поступок За оскорбление себя? Когда раб пред нашими глазами Наносит удар другому рабу И поносит его, То хотя бы он делал это и по праву. Мы оскорбляемся этим И принимаем такой поступок за обиду себе. А ты, поставленный вместе с херувимами Пред престолом Божьим, Осмеливаешься поносить своего брата. Видишь ли эти святые сосуды На святой трапезе? Они имеют одно назначение. Кто же осмелится употребить их на другое? А ты святее этих сосудов И гораздо святее. Зачем же ты оскверняешь себя И мараешь грязью? Стоишь на небесах И предаешься злословию? Живешь с ангелами И предаешься злословию? Удостоился лобызать Господа И произносишь злословие? Бог украсил твои уста Столькими ангельскими песнопениями. Удостоил их лобзания Не ангельского, но превосходящего ангельское. Своего лобзания, своих объятий. И ты предаешься злословию? Оставь это, прошу тебя. Такое поведение Производит великие бедствия И не свойственно душе христианской. Уже ли мы не убедили тебя словами своими? Не пристыдили? В таком случае необходимо устрашить тебя. Послушай, что говорит Христос. А я говорю вам, Что всякий, гневающийся на брата свою, Напрасно подлежит суду. А кто скажет, безумный, Подлежит гиене огненной. Матфея 5, 22 Итак, если он угрожает гиеной тому, Кто скажет брату Самое легкое из обидных слов, То чего заслуживает тот, Кто произносит более дерзкие укоризны? Научим свои уста благоречию. Отсюда происходит великая польза, А от злоречия великий вред. Здесь не нужно тратить денег. Приставим к устам дверь и запор. Будем угрызать самих себя, Как только с нашего языка сорвется оскорбительное слово. Будем умолять Бога, Умолять оскорбленного нами, Чтобы нам не страдать безвинно, Так как мы огорчили себя, А не его. Обратимся к речевству, К молитве и к примирению с ближним. И если мы должны наблюдать такую осторожность в словах, То тем более в делах будем к себе строги. Будут ли это твои друзья, Кто бы ни был тот, Кого ты злословил и поносил, Проси у них себе прощения. Будем знать, по крайней мере, Что злословие есть грех. Ибо если это будем знать, То скорее отстанем от него. Бог же мира, Да сохранит наш ваш ум и язык, И да оградит их твердую стеною своим страхом. Во Христе Иисусе Господе нашим, С которым слава Отцу вместе со Святым Духом Всегда, ныне и присно, И во веки веков. Аминь.